Добрый вечер уже, как человеку, которому по сути выпало закрывать сегодня официальный день последним докладом. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность тем людям, которые это терпели, остались в этом зале, потому что когда конец конференции обычно выпадает выступать, в зале почти никого не остается. Очень хочется верить, что вам всем за это остаться на банкете и ничего нибудь там, талонов на питание, на десерт, я не знаю, алкоголь может быть. Хотел бы разбавить своим докладом такое глубокое погружение в вопросы, в деле, вернее, деловые процессы. Логика подсказывает, что обзор нормативки должен был стоять в начале вообще сегодняшнего дня, потому что в том числе и полиетийный аппарат в этой нормативке содержится, но как получилось, так получилось, поэтому обзор будет про существующие изменения, про существующие теперь уже и последние изменения в нормативке, посвященные развитию электроэнергетики, перспективным информационным и расчетным моделям, но и где-то там вопросы СИМа, безусловно, присутствуют. Поскольку все уже устали, пройдусь тезисом только по основным изменениям, которые надо запомнить и учитывать в своей деятельности. 174-й федеральный закон. Это ключевой закон, внесший изменения в 35-й ФСЗ об электроэнергетике, который провел глобальную масштабную трансформацию всей системы перспективного развития. Во-первых, уточнился перечень документов перспективного развития, вышла теперь у нас есть генеральная схема и схема программ развития электрометических систем России. Обретены более подробно по отношению к действовавшей нормативке требования к разработке таких документов. Системный оператор был наделен полномочиями разрабатывать единую систему, единые документы перспективного развития. Это схема программ развития электрометических систем и генеральной схемы. Ну и самое главное, пункт 4, главное, как людям, общающимся, в том числе с вопросом информационно-расчетных моделей, это созданы условия для недискримизационного доступа к информационным и расчетным моделям энергосистемы. Речь идет, конечно, о моделях, которые используются для формирования технических решений по перспективному развитию. В поддержку федерального закона должны быть выпущены несколько подзаконных нормативно-правовых актов. Они укрупненные могут быть разделены на четыре блока. Блок, регулирующий вопросы появления исходных данных, то есть направления исходных данных, блок, обеспечивающий реализацию процессов, финансовая поддержка, ну и методология. Из всех этих документов, наверное, я бы отметил все-таки, что ближе к сегодняшней тематике, это правило предоставления информации, необходимой для осуществления АДУ. У нас будет 102-й приказ пересматриваться в ближайшее время. В очередной раз. Порядок раскрытия цифровых моделей, ну, помимо правил, имеют разработки, утверждения документов перспективного развития, как наиболее ключевого документа. Ну и самое главное, тоже, наверное, это правило поддержания, актуализации информационных моделей, перспективных расчетных моделей энергосистем. Два слова скажу буквально про систему перспективных документов, которые теперь действуют в стране. У нас до вступления в силу постановления 2556, оно декабря 2022 года, но вступило в силу, оно в январе было опубликовано, действовала трехуровневая система. Верхний уровень – генеральная схема развлечения объектов электроэнергетики, средний уровень – схема программы развития регионов. Как я уже на предыдущем слайде, на прошлом даже слайде остановился, кратко сказал, новой системой является двухуровневой. Теперь генеральной схемой и обобщенный документ под названием «Схема программы развития электрических систем», который включает в себя все развитие электрических сетей 110 кг выше, а в технологически-изоляционных энергосистемах – 35 кг выше. Это важно принципиально с точки зрения того, какая информация из этих документов попадает в итоге в перспективные информационные и расчетные модели. Впервые на уровне постановления правительства выпущен документ по цифровым, информационным и расчетным моделям энергосистемы. Он определяет перспективный аппарат, как раз на уровне постановления. Теперь зафиксировано понятие, что такое МРИД, что такое формат СИМ-ХСМЛ. В целом установлен вот такой процесс появления расчетных моделей и применения их на практике. Процесс цикличный, потому что результатом применения расчетных моделей является исходной данной, которая попадает, например, при результате проектирования в то же самое информационное, а после и расчетной модели. Источниками исходных данных являются не совсем источниками, а два нормативных документа будут выпущены в ближайшее время. Это, как я уже говорил, 102 приказ правил предоставления информации для ошлиния оперативно-технического управления и формы, форматы, документ, по которому органы исполнительной власти федерального уровня будут также направлять информацию в системные операторы, необходимые для разработки таких программных документов. Постановление правительства «Правила формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных и перспективных расчетов моделей» 2557, постановление 30-12, также вступило в силу оно в конце января. В этом как раз документе установлены виды моделей, какие у нас есть методики обобщенные, как они формируются, из чего они состоят, в каких форматах они ведутся, актуализируются и раскрываются. Соответственно, информационные модели для цели перспективного развития у нас разрабатываются на каждый год в шестилетнем периоде, то есть в соответствии с горизонтом действия схемы программ развития экономических систем России. С 1 января 2024 года системный оператор также будет разрабатывать модели и для технологически изолированных энергосистем. Формат сразу установлен, СИМовский. Раз в год модель полностью обновляется с учетом утверждения документа под названием схемы программ развития экономических систем. И далее каждый месяц по мере поступления исходных данных. Если требуются изменения, эти изменения также в информационной модели вносятся. По поводу расчетных моделей. У нас есть несколько видов моделей. Во-первых, введено понятие электрическая модель расчетная и энергетическая модель. Энергетическая расчетная модель используется для расчетов специфичных балансовой надежности, а электрические модели для установившихся режимов расчетов переходных режимов динамического источника и токов короткого замыкания. Также расчетные модели формируются аналогично информационным на 6 лет. И формат специализированный пак, начиная с 1 января 2027 года, и расчетные модели также будут формироваться в формате СИМ-ХМВ. Ну и, конечно же, постановление определяет в целом порядок, сроки, периодичность актуализации расчетных моделей. На этом слайде, наверное, останавливаться не буду. Понятно, что модель содержит всю информацию о существующих и перспективных объектах. Источниками являются либо информация собственника, если мы говорим про существующие параметры, либо программные документы и про перспективные объекты. А расчетный параметр определяет системным оператором и включается в модель нашими руками. По поводу раскрытия. Ждем мы приказ Министерства порядок раскрытия цифровых информационных моделей и представления системы оператора этих моделей. Приказ немножко подзавис, он сейчас находится в Минюстин регистрации, но скоро появится, и он определит как раз условия, на которых эти модели на безвозмездной подчеркиваю основе будут передаваться всем жаждущим, те, кто занимается проектированием, под какие-то конкретные проекты. Виды состава работ также определен в этом приказе. Точно можно сказать, что процедура будет не очень простая. В любом случае будет заявление, оформленное с приложением обосновывающих документов, то есть модели расчетные будут раздаваться не каждому желающему с улицы, а именно при соблюдении некоторых условий, а именно должны быть подтверждены основания, например, проектировщик или сам заказчик, для получения таких моделей. В том числе будет проводиться юридическая экспертиза, обоснованность, достаточно простая, но тем не менее она юридическая, обоснованность направления такого заявления и возможности получения модели от системного оператора. Я говорю сейчас про расчетные модели. Ну и последнее, по поводу симпортала мы проговорили. Сегодня информационные модели раскрываются посредством портала. Есть разграничение доступа, есть видимая всем часть информационных моделей, есть часть доступная только конкретно владельцу информации, который предоставил эти исходные данные. Если необходимо, Ром, прокомментирую, добавив тогда про портал, мне кажется, добавлять нет смысла. Отдельно про методологию формирования самих расчетных моделей вам завтра Андрей Федорович Михаленко расскажет в своем докладе, который перенесен на завтра на 11 часов. По-крупному изменения, такие запомнить надо еще раз, что у моделей теперь у нас на безвозмездной основе раскрываются именно расчетные для проектирования. Это позволит сэкономить реально деньги и время проектировщиков и заказчиков на появление технических решений. Процедура будет отдельно прописана в виде приказа, который мы ждем. И 102 приказ тоже один раз вынесен у нас из Минюста. Он вскоре, наверное, будет занесен повторно и надеемся, что все-таки к марту месяцу изменения дальше будут выпущены. И на этом как раз основной объем нормативки в поддержку 174 федерального закона будет выпущен и вступит в силу. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Не было сомнений, Дима. Есть единственный вопрос. До момента, пока официально не вышел порядок предоставления перспективных расчетных моделей, мораторий будет или нет? Мораторий снят, поскольку приказ задерживается в модели. Буквально на этой неделе мораторий сняли и разослали нашу филиалу, все инструкции по дому, какие документы должны быть предоставлены для того, чтобы модели могли раскрывать. Примерно те же самые документы, что и в приказе. Чуть более упрощенная процедура. Просто возникает вопрос того, что есть ряд проектов, которые по этой причине могут, как говорится, начать задержку. Мы не ждем, мы раздаем. Да, будет разовое соглашение, а не в соглашении. Это информация, потому что все-таки модели имеют статус коммерческой информации, например. Поэтому соглашение будет разовое, модели будут даваться, новые уже. Все. Да. Так, сейчас, минутку. Подскажи, пожалуйста, по поводу симпортала. То, что мы будем выкладывать перспективные расчетные модели, предоставлять элитам? Нет, только информационные. А планируется ли со стороны субъектов электроэнергетики вносить изменения какие-то в части перспективного оборудования? То есть мы раскроем информацию по перспективным объектам. У субъектов есть возможность, в соответствии со софта вторым приказом, за 6 месяцев они нам должны передать данные по вводимому объекту. Вот у них будет информация, они будут вносить изменения по вводимому объекту на симпортале в эти модели информационные. Сейчас, еще раз, мы говорим про информационные модели, мы их обновляем один раз в месяц, а также по мере получения той или иной информации. Например, там выставлен четкой иерархии документов, на базе которых вносится изменения вообще в информационную модель. Начинаем от программного документа по развитию электроэнергетики. Вот он вышел 1 декабря, к 1 января мы актуализировали полностью все перспективные параметры, требующие актуализации. Дальше, по мере появления информации, технические условия, где-то появились до потребителей. Проектная документация прошла экспертизу, например, журнергены собственником. И так только мы получаем эту информацию от собственника в рамках, опять же, второго приказа и в рамках постановления, мы в регулярном процессе в соответствующем месяце внесем изменения на информационной модели собственник увидит с одной стороны. То есть, все-таки изменения в информационную модель будет носить системный оператор? перспективные модели, я говорю про перспективные. еще у нас сюда есть оператор, что нас закупаем? В 18.40 буду ждать автобусы у главного входа. А сейчас еще в чат дополнительно продублирую всю информацию. До встречи! Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok